Похоже на площадку для мусорных контейнеров. Так описали авторы одного из популярных барнаульских интернет-сообществ остановочный павильон, который появился на площади Свободы в конце ноября. Как пояснил представитель городской администрации, в той же ветке обсуждений павильон был установлен по просьбам барнаульцев. Но не все барнаульцы это, очевидно, оценили. Дело же не в том, что он не нужен, а в том, как он выглядит. Хотя и с точки зрения функционала он абсолютно ужасен. Эти страшные мусорки по всему городу. Основная претензия многих пользователей – внешний вид павильона портит исторический центр барнаула. Мы решили спросить мнение прохожих, нравится ли им елочка в смысле остановочка. Мнения разделились. Это очень некрасиво, здесь не обязательно это ставить, потому что много исторических зданий рядом. Желательно, либо если это остановка, то в одном стиле. Все красиво подходят к тому месту. Все минимально и очень красиво, достойно. Внимательно посмотрев на остановку и ее окружение, мы заметили еще кое-что. Ну, кстати, это не единственная странность данной остановки. Она как бы есть, но как бы ее и не должно быть, поскольку нет соответствующего дорожного знака. Согласно ПДД, высаживать и принимать на борт пассажиров можно лишь там, где такой знак есть. Но вернемся к самому павильону. Архитектор Александр Деринг считает, дизайн сооружения и правда неудачен. Даже обшивка под дерево не сумела его вписать в антураж исторического центра. Обилие рекламы тоже не радует. Во многих городах мира, да и у нас в России уже давно поняли, каким должен быть такой элемент городской архитектуры, как остановка общественного транспорта. Те остановки, которые имеют, так скажем, меньше глухих вот таких опор и стенок, ну, они более прозрачные, они не давят на архитектуру. Остановка – это не рекламная тумба, которую можно опять же уклеить этой рекламой, и это опять будет какое-то странное сооружение. Деринг уверен, таких вопросов можно было бы избежав, разработав для Барнаула единый дизайн-код – своего рода основные правила, по которым создается городская среда. А пока его нет, в краевой столице так и будут появляться вот такие спорные, общественно значимые объекты. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком.